Напитай себя самого, свою семью, и весь мир дом хлеба. He is worthy. Just open up your heart and just worship Him tonight. Субтитры создавал DimaTorzok Heroes that conquered the grave, my Jesus conquered the grave. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 так заполнять. Вы не можете зарегистрироваться тогда в нашем штате официально. Эти люди подали в суд. Длилось это очень долго. Короче, насколько я понял, сейчас существует три разных варианта. Один существует вариант. Жених плюс жених. Невеста плюс невеста. Другой бланк. Третий бланк. Партнер номер один плюс партнер номер два. Это мир, в котором мы сегодня живем. К сожалению, старшие люди, они совершенно не ориентируются в тех моментах, в которых живем мы, в которых живут молодые люди, с которыми мы сталкиваемся. Я бы хотел просто просить, чтобы те люди, которые еще 30 плюс-минус 10 лет, чтобы вы поддерживали нас. Мы хотим в вашей поддержке. Нам нужна ваша поддержка. Элементарная. Даже в этом зале, чтобы вы говорили «Аминь», чтобы вы поддерживали эти проекты, чтобы вы заботились о своих детях. Мы церковь. Если церковь этого делать не будет, кто, скажите, это делать будет? Кто? Если церковь сегодня не заинтересована это делать, пассивно реагирует на это, кто это делать будет? Я считаю, что единственная опора, на которую Бог может все еще опираться, независимо, в каком обществе мы живем. Лот жил в Содоме, и Бог все равно на него рассчитывал, все равно на него опирался до тех пор, пока это было возможно. Тот богач, знаете, сказал душе своей, душа, много у тебя добра лежит на многие годы. Ешь, пей, веселись. Странно, как раз душе ни первое, ни второе, ни третье не нужно. Не есть, ни пить, ни веселиться. Он совершенно от души не заботился. Он просто говорил это мимоходом. Как раз душа стенала, потому что, когда Соломон сказал, я позволил все своей душе, в итоге он пришел к тому, что это все томление духа. Дух томится, потому что дух постоянно стремится к Богу, который дал его. Аминь. Я прошу вас, соберитесь, пожалуйста, преодолейте, преодолейте препятствия, которые могут вам мешать принимать Слово Божие. Мы придем к этому драгоценному Слову, которое у нас все еще есть. Оно дано нам, оно на земле, и это воскресение имеет свою особенную ценность. Оно никогда не повторится. Потому цените этим моментом, и мы обратимся к Слову Божьему. Первая книга, Пятикнижие Моисея, книга Бытие, она начинается словами, как Бог творил мир, как Бог творил человека. И мы знаем, что здесь происходит описание растительного мира, животного мира, пресмыкающихся птиц, небесных, и Библия говорит, сотворил Господь Бог человека. И вы знаете, все это было создано для человека. Абсолютно все. Это как ваша маленькая спальня. Вы ожидаете рождения ребенка, вы для него все приготовили. Абсолютно все. Я знаю, люди даже, в нашем случае, мы даже карпин в доме поменяли, чтобы свежее все было, чтобы оно как-то, ну, должен прийти ребенок в мир, наш ребенок. И родители с таким удовольствием, все это для детяти, все для ребенка. И вообще, разумные родители, заботливые, они вообще живут для детей. В этом смысл человеческой жизни, в продолжении рода, в продолжении себя. И как приятно, что Бог так устроил наш мир. Вот представляете, Господь Бог насадил в Едеме сад, приготовил все, животных поселил, пение птиц, радость, вот эта вся атмосфера, климат особенный. И сотворил Господь Бог человека. А человек не живой. Он просто созданный, сделал его из праха земного. И потом произошел чрезвычайно важный момент. Весь животный, растительный мир, все пресмыкающие были созданы Словом. Но человек не был создан Словом. Человек был создан Господом из праха земного. И потом, вероятно, Бог наклонился, или не наклонился, это все наши фантазии. Но Библия говорит, что Господь вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душою живою. То есть, все в этом мире связано с нашими душами. Мужчины, женщины, девушки, мальчики, девочки, дети, все связано с человеческой душой. Вот есть душа, она помещена в тело. Только сегодня Николай говорил о том, когда появляется человеческая душа. Когда Бог дает новой жизни, зачавшейся, эмбриону человеческому. Когда Бог дает душу? В момент зачатия. Так верят все люди. Так написал Давид в Псалме, что зародыш мой видели очи твои. То есть, он понимал, что Бог уже рассматривал его не как что-то биологически лишенное индивидуальности, чтобы Бог его рассматривал как личность, как индивидуум. Потому душа человеческая это самое ценное. Я вам скажу, вся борьба духовного мира, все силы духовные, как темные, так и светлые, брошены на одно. На борьбу за человеческую душу. Душа представляет самую огромную ценность. Христос сказал, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь, даже не убьешь свою душу, не уничтожишь, а просто причинишь ей вред, это уже неразумно. Он сказал, что пользы, если ты повредишь своей собственной душе, даже если приобретешь весь мир. Я бы хотел сегодня просто сказать, милые мои друзья, что душа наша, она содержится какими-то святынями, я бы так сказал. Есть что-то святое. Вот в миру говорят, например, мать это святое. И если человек ругается в мать, это считается самым унизительным, это считается самым низким, что только возможно. И как мы уже говорили, в странах третьего мира такого человека убить могут. И мы понимаем, что в душе есть какие-то святые моменты. Общаясь со многими реабилитантами, которые были в наркотической зависимости, алкогольной зависимости, они свидетельствуют, что я выбрался из этой ямы только благодаря тому, что у меня был ребенок. То есть это моя святыня. Это то, что отделено для меня. Я должен был бороться, мне не хотелось жить, я был в страшной зависимости. Но сознание того, что у меня есть вот это святое в душе, и я не могу его предать, я не могу позволить, что это дитё останется без меня, я боролся. Я встречался с человеком, который был смертельно болен, умирал от рака, мужчина. Я даже интервью с ним записал, называется «Необычная операция», Степан Курич. И у этого человека вот здесь уже была гнойная дыра в груди, вот здесь. Просто уже полностью вытекал гной наружу, и он уже не ходил. И он говорит, я Богу просто молился одной единственной молитвой, пусть я буду инвалид, пусть я буду на коляске, но когда я смотрел на своих пятерых детей, я говорил, Господи, ради детей, ради детей, оставь меня в живых, ради детей, не важно, как я буду жить. Вы понимаете, вот это момент святой, вот это момент святой. Человек видит смысл вообще жить, просыпаться, работать, потому что в нем есть что-то святое. Если человек теряет или предает это святое, бросает ребенка, бросает семью, бросает свою любовь, может ударить, я знаю, маму или отца, он предает вот это святое, что его питает, что его как человека содержит. Я сейчас не делаю разницы ни между верующими, ни между неверующими людьми. Я говорю сейчас о человеческой душе. Человек может потерять то святое, что ему чрезвычайно важно, и ему будет очень трудно жить. Его смысл существования пропадает, потому что дьявол заинтересован как раз посягать на все наши святыни. Любого рода чистое и святое, что нам доверено Богом уберечь, дьявол заинтересован, чтобы мы его предали, чтобы мы его осквернили. В этом вся энергия дьявола. Дьявол черпает удовольствие в осквернении святынь. Когда человек предает свои святыни, дьявол этим живет. Это страшное существо веками и тысячелетиями испытывает удовольствие в осквернении святынь, в опустошении, в обворовывании наших душ. Потому я верю, что человек должен очень беречь то, что в нем есть. Как, например, люди говорят скверно на душе, поссорился с матерью. Кошки скребут на душе плохо человеку. Почему? Потому что он поступился какими-то ценностями моральными. Он что-то предал очень важное. Как это происходит вообще? Какова концепция мира? И что преследует дьявол? И что преследует Бог? Мы сегодня об этом будем говорить. Потому что Бог, Библия говорит, по богатству своему он нас обогащает. Кто такой богатый духовно человек? Это обогащенный Богом человек. И это очень практично. И кто такой человек бедный и обнищавший? Это человек расточивший все Божье добро, доверенное ему. Расточивший, прогулявший, прогудевший, променявший. Вот вы знаете, дружба допустим, дружба, это же такое славное явление. Дружба, сколько раз она была воспета. Дружба между мужчиной и женщиной, в смысле как мужем и женой. Дружба между отцом и сыном. Дружба, просто мужская дружба. Неважно. Вот допустим, Иуда, он был избран в число двенадцати. Вы знаете, это высокое избрание. И он проводил время с Иисусом Христом наравне с другими. Это был знак доверия. Они вместе везде были. И вы знаете, что сад, где протекал поток Кедрон, это было место, где только они знали. Потому что Библия говорит, что знал то место Иуда. То есть он знал, вероятно, они облюбовали себе какую-то полянку возле этого потока. И они там иногда собирались. Это были особые моменты. При всем напряженном ритме жизни, когда Христос служил людям, Он иногда с ними собирался. Он открывал им тайны. Он говорил им о будущем. Он говорил о том, что ему надлежит пострадать, умереть. Он готовил их к величайшей миссии стать апостолами, столпами церкви. И Иуда был всегда с ними. И вы знаете, Иуда предал Христа. Он предал дружбу. И когда вот это святое, вот это доверие, которое он в себе носил, он предал за деньги, он с этим горем не справился, потому что это горе. Предательство это горе. Когда молодые люди разводятся, предают собственных детей, это горе. Огромное горе. Некоторые люди с этим никогда не справятся. Когда они убивают собственных детей, тем, что разрывают, тем, что не могут смириться, попросить прощения, унизиться, сохранить свой брак, это горе. Потому написано, что сын тот человеческий идет так, как о нем написано, но горе тому человеку, которому он предается. А в чем же горе Иуды? Горе большое. Иуда не смог справиться. Вот то, что составляло в душе его какую-то ценность, что Бог ему доверял вот эти тайные места, избрал его в число двенадцати, и он предал эту дружбу целованием. Воины даже могли кого-то по ошибке другого взять, они Христа в лицо даже не знали. Иуда сказал, не волнуйтесь, кого я поцелую, тот и есть. И он просто нашел Христа, нашел это место и поцеловал его. И потом он не справился с этим. В нем произошло такое состояние опустошения и ужаса внутреннего, что он бросил серебряники и сказал, я предал кровь невинную, пошел и удавился. Это горе. Есть такая притча, когда умер человек и попал в тот мир, виной мир и идет по большому полю и вдруг ему навстречу его друг собака, которая погибла под колесами автомобиля несколько лет назад. Ой, он так обрадовался, место неизвестное, он еще ничего не знает здесь. И вот здесь друг, и вот они идут вдвоем, приходят к огромным золотым воротам, стоят привратники, грозные, строгие и говорят, сюда с собаками нельзя. Человек говорит, да как же, да это мой друг, сюда с собаками нельзя. Человек развернулся и ушел от этих ворот, говорит, я друга не брошу. Шли они, шли в другом направлении очень долго, видят неприметную такую калитку и подходят туда, и там стоит привратник. И они говорят, можно? Он говорит, можно. А ничего, что я с собакой? Ничего. А во что пускают? На всех пускают, кто не предает своих друзей. А это что? Это рай. А там что было? А то был ад. Ну, это притча, не знаю, кто ее написал, но смысл очень простой, что в наших душах есть что-то очень ценное. Я читал об одной German Shepherd овчарке, которая, статья была в газете, которая своего хозяина, который улетел с белорусского аэропорта, бросил собаку свою, ровно два года каждое утро, как был рейс в 8 часов утра, выходила на аэродром, на полосу. Каждое утро в 8 часов утра, два года подряд, и ожидала своего хозяина. Об этом написали в газете, люди просто не могли перенести этого, после этого собака изнемогла и просто потерялась. И мы говорим о каких-то сегодня святынях, мы говорим о том, что Гитлер, планируя свою страшную стратегию войны, он подбирал мальчиков, подростков в школах и всем дарил щенков. И когда они, эти щенки, через 2-3 года вырастали, становились друзьями с этими мальчиками, их вызывали, давали им пистолет в руку этим мальчикам и говорили застрелить свою собственную собаку. Кто был на это способен, того брали в отдельные войска. Он был способен убить своего друга, он был способен попрать в своей душе все святое, он сможет и другое делать. Вы знаете, вот так состоят наши души. Братья и сестры, вот с таких деталей, с таких мелочей состоят наши души. Дьявол заинтересован их всегда обворовать, чтобы мы стали нищими. В Евангелии Иоанна Христос сказал, вор приходит для одного, чтобы украсть, убить и погубить. Я открыл слово погубить, и там написано разрушить, разорить до основания, до пепла. Разрушить все, что в тебе есть святое. Когда у тебя уже нечего красть, нечего воровать, тогда душа уже, она не способна испытывать никакого удовольствия. Она пуста. Знаете, как сейф. Сейф, в котором мы храним деньги или драгоценности. Сам по себе он ценности не представляет. Но люди его берегут. Они бетонируют такие бетонные просто стволы в землю, нарезают резьбу, в бетон, вкручивают или вообще заливают в бетон. Почему? Потому что этот сейф хранит их драгоценности. Он может быть старым, уже ржавым, но ценность его измеряется, содержимая в нем. Так и человеческая душа. Человеку дано тело, в которое помещена эта душа. И вот ты смотришь на эту старушку, бабушку, все уже в морщинах. Там под 90 лет эту мать Терезу, а ее хоронил весь мир. Не важно, какое тело у нее было сухонькое, старенькое, не важно, какой у нее был интеллект и образование. Там некоторые высмеивали, как она выступала, когда получала Нобелевскую премию, нечего было видеть или слушать. Не важно, но ни одного президента мира так не хоронили, как эту женщину. Почему? Потому что в ее этом теле содержалась удивительно богатая душа. Удивительно богатая душа. Все, что эта женщина оставила после себя там корзинку и там Евангелия переплетенные и одну перемену одежды. Но она оставила после себя такое сильное просто влияние на наше поколение, что до сих пор люди, вдохновленные ее жизнью, понимаете, хотят жить для других. До сих пор открываются лазареты. До сих пор ее труд продолжается. Мы говорим сегодня о том, что дьявол обворовывает наши души. И в итоге наши души чрезвеют, беднеют, пустеют просто. И Бог заинтересован обогащать наши души. Каким образом? Потому что идет очень серьезная борьба за наши души. Я писал интервью с Галушкой Татьяна, Татьяна Галушко. У нее очень страшная судьба, начиная с ее детства. И она сказала такую фразу, что в нее забрали паспорт, и она была продана в рабство проституции. Это происходило в Ялке. И это были годы жуткого кошмара в ее жизни. Она говорит, меня топили в бассейне, меня травили собаками, меня с восьмого этажа, держали за ногу просто и смеялись надо мной. И когда я ей задал вопрос, зачем, зачем это делали люди? Что им надо было? Она сказала, они это делали, потому что я есть, потому что я живая, потому что до тех пор, пока у меня есть страх, пока у меня есть просьба о помощи, пока у меня есть жизнь, меня можно душить, меня можно убивать. Еще есть что-то, что можно у тебя забрать, отнять. Но как только у тебя уже ничего не осталось, к тебе даже интерес пропадает. Вот так дьявол обворовывает человеческие души. И я сегодня хотел бы просто сказать, что Бог, когда создал Адама, Он ему доверил себя. Он сказал, я буду с тобой дружить. Он ходил с ним постоянно по этому саду. Вот это вот богатство человеческой души, в чем оно? В принадлежности Богу. В том, что душа-то не потеряна, что Бог ее создал для себя, в принадлежности Богу. Бог просил Адама об одном. Не нарушай эту заповедь. В день, в который ты вкусишь, ты умрешь. То есть человек не должен предать этого доверия. Как Иуда не должен был предать этого доверия, потому что в день, в который его предал, он не справился с этим горем, с этой душевной пустотой. Так и Адам, он не должен был предать этого доверия. Это доверие со стороны ребенка, со стороны родителей, со стороны церкви, со стороны Бога, не предавайте этого доверия. 20 век, это век спиритуализма. Люди многие заключают контракты с дьяволом. Я лично встречал таких людей, которые просто, зачем ты это делаешь? Ты знаешь, такое волнующее чувство. Я давно такого не переживал. Это так интригует. Ты начинаешь слышать голоса. Эти духи водятся у тебя в комнате. Вы знаете, я вам скажу, это бедная, опустошенная душа. Этим людям незнакома радость, когда тебе улыбается беззубый ребеночек. Этим людям незнакома радость, когда они приезжают в гости домой, их рады видеть родителей. Им незнакома радость, когда друг их пригласит и скажет, как я рад тебя видеть. Этим людям эти чувства больше совершенно незнакомы. Это полные душевные опустошения. И вы знаете, я хочу сказать сегодня, что Бог, Бог заинтересован обогатить человеческую душу. Как Бог это делает? И что Бог вообще делает над нашими душами? Когда наша душа попрана, когда она брошена, когда она вся изранена, и она уже даже не болит. Не болит, как та же Татьяна Галушка сказала. У меня даже страх перед смертью исчез. Я перестала существовать как личность. Потому самоубийство мне было абсолютно легко совершить, потому что моя личность была уничтожена. Вы знаете, я думаю сейчас, есть ли человек в зале, кому нужно вот то, что я говорю? Я верю, что есть. Я верю, что есть. Есть люди, у которых душа просто кричит, а есть люди, у которых уже она и кричать перестала. Но я хочу сейчас обратиться к основной, центральной мысли, о чем мы поговорим, что делает Бог над человеческой душой. Потому что Бог, как я сказал, по богатству своему, заинтересован обогащать человеческую душу. Самая большая радость, самое первое, что потрясает человека, это то, когда душа принадлежит Богу. Бог сказал, все души мои. Вот сознание принадлежности, неотверженности, непотерянности, не то, что тебя выбросили, вообще ты не знаешь, кому ты вообще на земле нужен. Тобой никто не интересуется. Вот это есть ужас, вот это страх, вот это lost, вот это потерянный человек. И первое, что должно прийти, как книга Езекииля пишет 16 глава, Бог говорит об Израиле, когда я увидел тебя выброшенную, никому не нужную, тебя даже пуповину не завязали, ты никому не нужна, тебя выбросили. Просто на дорогу умирать, как до сегодняшнего дня практикуется это в Индии и в других странах. Девочки не в цене. Бог говорит, я тебя подобрал, я пошил тебе одежду, я одел тебя. И самое важное, когда в тебе просыпается чувство достоинства, самое важное, а чувство достоинства просыпается от любви, которую Бог оказывает. Как оно просыпается? Ты достойна, если Бог тебя полюбил, ты достойна любви. То есть любовь, когда кто-то кого-то любит, поднимает человека на уровень того, кто тебя любит. Ты достоин, тебя любят, тебя принимают в завет. С тобой происходит бракосочетание, тебя делают равным себе. И это делает Бог, не просто знаменитый человек обратил на тебя внимание. Это делает Бог. Потому душа человека обретает великое, высокое достоинство. Она начинает по-другому стучать, в ней просыпаются чувства. Насколько человеку важно обитать там, где обитает Бог, принадлежать Богу, испытывать чувство причастности. 83-й Псалом. Как желанны жилища Твои, Господи, сил. Истомилась душа моя, жила я во дворы Господни. Там, где Бог обитает, там, где Бог живет. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка, гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой, блаженны живущие в доме Твоем. Они непрестанно будут восхвалять Тебя. То есть человек наблюдал, как безопасно место, когда птица вьет гнездышко у алтарей. Ласточкой туда кладет свои яички. Там высиживает своих птенчиков. И этот человек наблюдает за этой сценой и говорит, Господи, как прекрасно жить в доме Твоем. Как прекрасно принадлежать, вообще иметь этот дом, прийти в этот дом и быть в этом доме. И 26-й псалом, 26-й псалом, здесь Давид говорит Богу, Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Знаете, нам страшно, когда у нас нет опоры, когда у нас нет помощи. Страх – это тоже чувство. Почему мы заговорили о фильмах ужасов? Когда человек боится, это тоже колебает его душу. Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. А что они преткнутся? Чем они будут остановлены? Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Видите, что человеку нужно? Человеку нужна надежда, человеку нужна вера в Бога, человеку нужна причастность и принадлежность к Богу. Очень важна она. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господне, во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Зачем? Зачем? Человек духовный, пророк, пророчествующий о Христе, зачем он говорит, я постоянно просил у Бога этой одной вещи? Постоянно. Я еще раз вам это прочту. Одного просил я у Бога, только того ищу. И он называет три вещи. Пребывать в доме Господнем, во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Он объясняет, потому что он укрил бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. И это уже говорил, это не есть какое-то безопасное место. Скиния, когда Давид жил, даже храма не было. Это была просто палатка была, определенная. Это не есть какое-то безопасное место от врагов. Потому он говорит, душа должна скрыться, душа должна спрятаться, душа должна убежать в Бога. И часто обстоятельства остаются те же самые, ситуация остается та же самая, только душе очень нужен этот покой. Вы знаете, до какой степени душе нужен покой? Ничто так душе не надо, как покой. Ничто. Нет ни одной ценности на земле. Особенно, если мы говорим о ценности духовной, как душевное спокойствие. Люди готовы за это отдать любые деньги. Нет покоя на земле, а душе это очень надо. Однажды в Лондоне проходила выставка на лучшую художественную работу. И люди рисовали разные. Тема была задана, мир. Вот как вы себе воображаете мир? И человек открывает свое сердце, и люди рисовали разные полотна. И там висело одно полотно. Художник изобразил штормящее море, черные волны, холодная вода, корабль, как суденышко это бросает, просто этой пучиной. И на палубе корабля со всех сил держится, чтобы не сбросило в воду мужчина. Он держится одной рукой за какую-то вещь или за эту мачту на этом суденышке. Он ухватился, просто держится так, чтобы устоять в другой руке. Он держит маленький сверточек ребенка. Ребенка, дитя. И художник нарисовал, что этот ребенок спит. И он назвал свою картину мир. Друзья, серьезно, мы еще не один раз упремся в такие ситуации в жизни, в такие штормы в нашей жизни упремся, что не выдержат ни наши нервы, ни финансов не хватит, ни поддержки, ни силы, ни молитв. Не хватит в смысле это преодолеть, если у нас не будет упования. Ребенок своим сознанием не понимает того, что происходит вокруг. Ребенок чувствует интуитивно, что рука отца, прижав его к груди, держит его. Ему все равно, что может произойти в следующее мгновение. В этот момент он умеет спать. Он спать умеет, потому что это мир. Вы знаете, когда я читаю об апостоле Петре в 12 главе Деяний, я читаю, что Ирод убил Иакова, увидев, что это понравилось Иудею, он взял Петра и намеревался, Библия говорит, вывести на утро его к народу. Очень предположительно, очень естественно, то, что он намеревался убить и Петра. Все об этом говорит. И вы знаете, нам нравится, там церковь прилежно, молилась о Петре, и мы все ждем чудо, что сейчас войдет ангел и освободит Петра. Вы знаете, для меня лично чудо не в том, что пришел ангел и разбудил Петра. Я об этом уже говорил. Для меня чудо в том, что за ночь до публичной казни Петр спал. Библия повествует, что когда ангел по молитве церкви вошел в тюремную камеру, Петр спал. Мы сегодня теряем сон, там ребенок заболел, мы теряем сон, работу потеряли, мы ворочаемся, сна нет, пьем какие-то снотворные, чтобы как-то отдохнуть. Человек за сутки до публичной казни спал. Почему? Потому что это и есть то, что дает Божий Дух человеческой душе. Что же Божий Дух дает человеческой душе? Мир. Христос так и сказал, я даю вам мир не так, как мир дает. Я даю вам свой мир. Что это за мир? Что это за обетование покоя? Церковь дорогая. Если Бог еврейскому народу обещал самое великое обетование, ни молоко, ни мед, ни города, ни маслины, ни виноградники, ни дома, ни колодцы, Он сказал, самое великое обетование, которое я вам даю, это обетование покоя. Вы войдете в мой покой. И люди так и не поняли этого обетования, потому книга евреев повествует, что обетование покоя осталось. И в покой входят уверовавшие. Это самое великое обетование, чего Бог хотел добиться, чему учил свой народ постоянно. Покою, доверию, многократно доказывая, что я с тобой, я проведу тебя. Я сегодня здесь стоял, когда наша группа пела псалмы, и я подумал почему-то о Давиде. Думаю, Боже мой, через что прошел этот человек, когда он писал свои псалмы, когда он умирал с верой в Бога? Он не поломался в жизни. А ведь в его жизни были даже моменты, когда он притворялся сумасшедшим. Английская Библия говорит эпилепсиком. Когда он падал, катался по полу, бросался на руки, пускал слюну по бороде, были минуты страшного позора, унижения, страха, о чем даже апостол Павел сказал, страхи внутри, извне нападения от лжебратьев, от разных ситуаций. Но как же научиться этому удивительному покою, о чем апостол Павел написал, мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Что же он имел в виду? Что это высшая ума, что ум метается, что ум беспокойный, что уму нужен выход, нужен логический ответ. А Павел говорит, мир Божий, который на вас найдет, он будет превыше этого ума. И он успокоит стихию ума. Он накроет. Поэтому не говорите мне, что это не чувство. Это очень сильное чувство, христиане. Это очень сильное переживание. Мир Божий. Когда Петр может спать. Это мир Божий. Но когда мы свидетельствуем человеку о Боге, Христос сказал, что когда на вас сойдет Святой Дух, вы примите силу. Но вы знаете, сила, она должна выражаться в чем-то. Она сама по себе. Сила, есть сила света. Вот есть сила звука. Есть мера. Сила – это мера. Мера определенная. Света, звука. Вот есть мера силы физической. Сколько я могу поднять? Когда Бог говорил, вы примите силу, она должна в чем-то выражаться, эта сила. В чем? Какое выражение подразумевал Бог, когда наделял верующих людей силой свыше? Он подразумевал свои качества духа. На вас найдет Дух Святой. Это значит, у вас будет проявляться сила удивительного мира, сила удивительной радости, сила удивительного утешения в любых обстоятельствах. На вас будет пребывать сила удивительной веры, потому что на вас сойдет Святой Дух, и оно будет выражаться в силе. Когда все будут метаться, бояться, бегать, вы будете спокойны. У вас не будет страха. И вы знаете, когда вы говорите с человеком неверующим, ему эти ощущения Духа Святого в силе, проявленной в вашей жизни, они ему неизвестны. Человек этого не знает. Он этого не знает. И много вещей вы не донесете человеку информационно. Я читал о Смите Вигглсфорте, который выходил в парк, просто садился возле человека, который читал газету на скамеечке, сидел тихонько и молился об этом человеке. Через 15-20 минут человек на ночь начинал плакать. Он говорит, вы не знаете, что со мной происходит, что-то меня накрыло, какая-то сила меня посещает. Вы не знаете, что мне нужно, моя душа чего-то ищет, просит. И Смите Вигглсфорте ввел его в покаяние к Богу. Церковь дорогая, как хотите, я верю, что это нам принадлежит. Это наше, братья и сестры, это наше. Даже я в своей молодой жизни, чего я видел, я очень мало чего видел, но я видел то, о чем сейчас вам рассказываю. Я помню, как я был в Херсоне несколько лет назад, просто у меня немного там было времени, я поделился кое-какими мыслями, в основном о своей семье, рассказал просто о том, как мы живем, там выступали разные люди. И после собрания вышел в вестибюль, разговаривал с некоторыми людьми, которые там подошли. Я постоянно боковым зрением видел одного мужчину, это был интеллигентно одетый человек в очках, лет 35-38, и я понял, что он меня ожидает, я к нему подошел, говорю, здравствуйте, говорю, вы что-то хотели? Он так переживал, не знал, как сформулировать свои мысли. Вы знаете, я хочу того, что у вас. Я говорю, что вы имеете в виду? Вот то, что есть у вас, могу ли я это иметь? Его глаза просто горели, как эти лампочки. Я говорю, послушайте, вы верующий в Бога человек? Он говорит, нет, я первый раз в церкви. Вы никогда не были в церкви? Нет, никогда, меня знакомые пригласили сегодня. Но могу ли я иметь то, что есть у вас? Я говорю, а что у меня есть? Вот все, что есть у вас, в вашей душе, и губы начали дрожать, вот эта радость, вот это успокоение, могу ли я его иметь? Я сказал, я точно такой человек, как вы. Это, это дух Божий, который на мне, он мне дает. Помните, прошлое воскресенье, друзья, он сказал, что мы даже не задумываемся, какое у нас замечательное состояние внутри. Мы многие даже не задумываемся, в каких ужасах живут люди. когда ты изменил своей жене, о, я представляю, какие муки внутренние ты проходишь. Когда ты позволяешь себе вещи, которые ты, как верующий человек, не должен себе позволять. Ты же свою душу позволяешь дьяволу обворовывать. Ты же ставишь огромные преграды в общении с Богом. Тебе незнакомы чувства радости, полета, жизни. Это надо все убрать во имя Иисуса Христа. Это все надо убрать в своей жизни, чтобы Дух Святой мог быть на тебе, мог пребывать на тебе, чтобы покой Божий пребывал на тебе. Потому я сказал, что самое прекрасное, что мы имеем от Бога, это чувство принадлежности, когда наша душа принадлежит Богу, когда радость Святого Духа нас наполняет, когда мы говорим людям об Иисусе Христе. Вчера вечером поздно я возвращался с богослужения, был на одном собрании, и заехал заправить машину. Я зашел на заправочную станцию, заплатил деньги. Девушка с таким кольцом в носу, лет 20, стояла напротив меня. Порыв! Внутри просто порыв! Я склонился на каунтер вот так. Я сказал, So, do you know Jesus? Она сказала, Yes, I know. Are you sure? Я говорю, с ним провожу каждое утро. Я просто такой счастливый человек. Говорю, я 12 лет женат. У меня двое детей. Просто я говорю, trust me, это такая жизнь. Вы знаете, вы бы видели ее. Она сказала, Really? Really? So, what is it? Я стал ей рассказывать. Я стал ей просто рассказывать, как я живу с Иисусом Христом. Какая у меня замечательная жизнь. Я ей сказал, ты должна прийти, ты должна попробовать эту жизнь. Сзади люди начали торопить просто. Я вышел на улицу, стоит другая, плачет. Лет 40 женщина. Я начал с ней говорить. Она говорит, я слышала, как вы говорили. Я тоже 7 лет была в церкви. Но я сегодня бомж. Я все потеряла. Я все святое в своей душе расточила. Как мне подняться? Я помню, несколько лет назад, я точно так же был на заправочной станции. Подошел один человек, попросил у меня денег. Молодой, моего возраста. И я ему говорю, я говорю, слушай, вот говорю, смотри, у меня есть машина. Я в этой стране новый человек. Я здесь не родился. Ты, говорю, коренной американец. У тебя такие возможности были в этой стране выучиться. Я плохо говорю по-английски, но посмотри, ты у меня просишь денег. Разве это тебя не унижает? Вот, говорю, видишь, пес бежит, собака как раз бежала по улице. Вот, говорю, честно, чем ты отличаешься от этого животного? Ты же человек. Он говорит, я понял, ты не хочешь мне денег дать. Я говорю, нет, ты ошибаешься. Я поймал его за руку. Я притащил ее. Я говорю, ты просил у меня доллар, я даю тебе 20. Специально, чтобы ты знал, что мне денег не жалко. Я тебе дам еще денег. Я хочу просто, чтобы ты понял, ты человек. Более высокого звания на земле не существует. Ты человек. Вы знаете, его как прошибло. Он как начал рыдать. Он как начал просто плакать. Он возвратил мне эти 20 долларов. Я их все равно не взял, но я увидел в нем, что его прошибло, просто его пробило. Я стал с ним молиться, и стал его просто, ну, объяснять ему Евангелие. Что я хочу сказать, друзья, что Библия говорит, мы благоухание Христово, распространяемое на всяком месте. И очень часто, когда мы читаем, например, об Эване Робертсе, когда было пробуждение в Уэльсе, вот я верю, что это может повториться, когда просто город накрыла волна Божьего присутствия, когда люди в пивнушках подносили пиво и не могли пить, слезы капали в кружку, и они не могли пить, когда люди, которые ругались нецензурной бранью, не могли выговорить этих слов, они падали на колени и просто просили Бога прощения своих грехов. Дорогие мои друзья, берегите дух ваш, это то, что говорит Писание. Каждый наш поступок, он отражается на нашей душе. Не расточайте святынь, которые нам даны Богом. Сберегите свою душу, то, что Бог нам доверяет. Сберегите святое, то, что Бог нам дает в жизни. У нас часто такое представление о духовности, какое-то абстрактное, оно вообще рядом, оно возле нас, оно каждый день в наших ответах, в нашем поведении, в том, как мы живем каждый день. Сберегите, чтобы наши души прошли через жизнь без повреждения. Сберегите, чтобы мы всегда сознавали свою причастность к Богу. Как Давид говорит, ты вложил в меня упование у грудей матери моей. Упование, это должно постоянно нас сопровождать. Утешение от Святого Духа, оно должно нас постоянно сопровождать. Это сильное чувство, которое ограждает твою душу. Давид, пророчествует о Христе и говорит, даже плоть моя успокоится в уповании. И он описывает последние смертные огонь Иисуса Христа, которые висит на кресте, перед которым черная дыра, его душа проваливается в потусторонний мир. Он не знает, что там будет. Он говорит, отец, я в руки твои предаю дух мой. Даже плоть моя успокоится в уповании. И он испускает дух. Друзья мои, мы пройдем. Мы пройдем через это время. Мы пройдем. Я знаю, что многим трудно. Моя жена встречалась в субботу утром с женщинами, которых бросили мужья, которых не получили семьи. Какие мощные свидетельства. Она просто пришла, делилась со мной. Как я рад, когда вы принимаете Слово Божье, когда вы пробиваете эти бетонные стены, когда вы в своей вере скрываетесь в Боге. Как я рад, как я рад, что в нашей церкви мы свидетельствуем об Иисусе Христе. Как я рад, как я просто рад. Я верю, что это будет в нашем городе. Это письмо, читаемое и узнаваемое всеми людьми, что мы письмо Христово. Оно должно быть узнаваемым. Оно не в информации, которую мы несем, не в нашей динаминации, которую мы несем. Оно в содержании нашего духа. Уважаемые друзья, спасибо за интерес к нашему служению, к Слову Божьему. Эти передачи доступны в эфире благодаря пожертвованиям самых обычных людей, таких, как вы. При желании вы можете стать одним из них, поддержав наше служение финансово. Спасибо. И да хранит вас Бог.